Что мы имеем с управленческими кадрами? У нас есть две категории управленческих кадров. Есть муритори дыры. Бессмертные, простые смертные. Есть простые смертные, как депутаты, как председатель парламента, как президент страны. Простые смертные в смысле, что они на определенный период. Четыре года, пять, там, и так далее, и так далее. Есть, как бы, пожизненные вещества. По стране у нас где-то 45% пожизненных директоров. Я с уважением отношусь к этим директорам, к имени опыт. Они говорят, что они самые лучшие, я уверен в этом. Но нужно принимать участие в комплексе. Вот это маленькое «но», оно, в данной ситуации, она демотивирует. Демотивирует тех, которые проходят через конкурсы, и тех, которые не проходят через конкурсы. Поэтому, и почему это очень важно? Важно, потому что роль директора, менеджера, которую мы сейчас больше называем менеджером, в данной ситуации она очень важна. Он уже не учитель. И это мы должны, чем мы быстро поймем это, да? Это будет лучше для нас. Он должен быть способен разрабатывать бюджет, планировать, заниматься ресурсами умами, подписывать контракты и так далее, и так далее. То есть в процессе, когда учебное заведение уже становится юридическим лицом, он уже в меньшей степени учитель, он менеджер. Поэтому нам нужны очень хорошие менеджеры, потому что в его руках сотни детей, педагогический коллектив, миллионные бюджеты, инфраструктура, и мы должны быть уверены, что это самые лучшие те, которые мы отобрали. Поэтому у нас есть законодательное предложение уже. В этой осенью мы выставим всех пожизненных на конкурс. И это будет честно и без опыта. Если он лучший, он пройдет без опыта. И через 5 лет еще раз пройдет. И так, пока именно не появится. Но это будет честно. И, конечно, мы изменим положение об порядке избрания отбора менеджеров. Более того, в нашей стратегии здесь, господин Башкан, кто-то из госпайших говорил, что функция, что министерство проводит конкурс по отбору директоров ВИЦ. Мы согласны. Мы не хотим этим заниматься. Это должно заниматься местными самыми проблемами. Потому что они ближе к... Я не знаю, кто чем дышит, кто лучше. Я, естественно, их вижу, потому что я отвечаю за организацию. Да, я председатель комиссии. Вы приезжаете. И мое впечатление у кандидатов это те документы, которые они подают. И ваши ответы, то, что вы представляете, вашу программу. Но этого недостаточно. Я уверен в этом. Нас убеждать в этом не надо. Единственное, что мы хотим, чтобы это положение было очень четко прописано. Порядок отбора. Так, чтобы партийные интересы, другие интересы не помешали нам отбору.